Неоднозначное отношение не только отдельных депутатов, не только франции, но и отдельных депутатов. Я не хочу сказать в этом отношении причины этно-национального или территориального характера, принимая во внимание мое представительство в Народном Собрании, вообще нашего народа в Республике Дагестан. Но мне вообще непонятно, что можно решить от купли-продажи земель прежде всего сельхозяйственного назначения. Неужели нет других форм хозяйства? Я прошу прощения, но Рамазан Гаджимурадович прямо во время своего послания, он сказал о том, что эти земли могут являться обеспечительными мерами. То есть когда вы берете кредит, когда вы берете залог, акционер. Я как раз касаюсь этого момента. Я и говорю, да, я согласен с тем, чтобы эффективно использование земель сельхозяйственного назначения, чтобы они повысили производительность труда и в целом сельское хозяйство в Республике выделили бы ее из кризиса. Но невозможно при той ситуации, которая сложилась в стране и Республике, на 8% из всего федерального бюджета, который передается в сельское хозяйство, вывести сельскохозяйство из этого тупика, который мы зашли. Мы разгромили совхозы, колхозы, все совхозпредприятия. В сегодняшней структуре сельскохозяйства 80% это личное подсобное хозяйство. Это мой двор, мое хозяйство. Потому что сегодня и того тоже нету. Там не ему мукает, не кукарикает. Не все. Простите, что такое выражение. Потому что у него даже в кухом селении есть магазинчик, где он может купить и йогурт, и все остальное, потому что ему доставляет этот магазин. И в основном, конечно, 50-60% импортное. Но другие там, крестьянское хозяйство, еще там сельскохозяйство, 8-6% они сегодня не решают. Они всегда попадаются к открытию губ и мупы. Это бывшие совхозы, колхозы. Но что они могут делать? Если не родим руководитель, то пусть глава района ее уберет. Но при том, что им продается низы всего, 1-2-5 миллионов, на это как можно поднять сельскохозяйство? То есть мы давно говорим о том, что вообще в мировой практике минимум, что дается сельскохозяйство, это 15-20-50%. В Америке, например, 30-40%. В той же Белоруссии 15-20%. Во Франции, в Европе, это где-то порядка до 50-45%. Вот так решает сельскохозяйство. Инвестируем и включаете сюда инвестируем. Но вот поэтому я хочу, я никому не мешал, пожалуйста, неперерывайте мне. Поэтому, нет, я вот думаю вот тогда, вот неоднократно Геннадий Андреевич Виганов, я вот недавно приехал из Москвы, у нас был семинар-совещание, он еще раз приводил пример того, что в России, в Старополье, в самой Москве, около Москвы, около Дава Дедова, с обозами Ленина, в Ордове и других местах есть народные предприятия, которые сегодня действуют, как раньше, полосохозы и колхозы. Они обеспечивают нормальную заработную плату, они обеспечивают бесплатный детский сад. У них своя социальная инфраструктура. Вот к чему надо идти. Но и здесь же надо у нас в безымерном Дагестане, прежде всего в горном крае, надо иметь в виду, что вот эта борьба, споры и ссоры на меже, в хорошем привести не могут. И с другой стороны, это правовой вопрос. Мы с вами свидетели того, что в свое время был принят референдум, да, Жен, Хайбулат? Референдум, в том числе вопрос о частной собственной земле. Если Мороз сказал 70-75%, что мы против частной собственной земли, но зачем этот вопрос опять поднимать? Ну, почему же, если мы хотим поднимать сельскохозяйство, надо принимать другие формы хозяйства? Теперь по социальной политике. Может быть, свидетели того, что как в первом чтении нынешнего бюджета, я поднимал вопрос. Там было сказано о том, что по Минздраву, по разделу Министерства здравоохранения на более полумиллиарда рублей было заложено меньше, чем в 2015 году. Я поднял этот вопрос, обратил внимание правительства и главных там Министерств Минфин и Минэкономики. Ну, я не знаю, или по этому поводу, или просто обратили внимание на федеральном уровне, нам добавили и мы как-то сравняли. Но тем не менее, да, глава правильно сказал в своем послании о тех позитивных мерах, которые приняты в Израиле. Сегодня у нас действительно 74 лет, в общем-то, по статистикам, он сказал, продолжительность жизни. Но это менталитет наш. Это просто того, что мы в Дагестане, как на Кавкаде, доложители. Выживаем за счет силы духа, другим словом. Можно сказать так, но тем не менее, есть проблемы. Владимирские смертности, другого, третьего, да. Но о тех проблемах, конечно, он коснулся. Но в то же время понимаем проблемы учителей. Мы говорим, вот и он сказал своим, до него тоже говорили. Говорят об этом федеральные министры. Президент России говорит, что бюджет, он, несмотря ни на что, социально ориентирован. Вот я работаю с председателем комитета по здравоохранению и знаю, что мы, учителя, в прошлом году, вот есть закон о мерах социальной поддержки работников, проживающих в сельской местности. Это пят категория. Учителя, врачи, соцработники, культропотники, ветеринары. Им должны, да, после долгих мотарских принадлежения, оплачивать им хотя бы по тысяче рублей нежамеченно. За свет, за газ, за все это так. Но и этого даже мы не смогли сделать. В этом? Да, да. Вот на 1 января у нас задолженность составила где-то более 500 миллионов рублей. Эта задолженность осталась. И сегодня я совершенно согласен с теми нашими коллегами, которые говорят, что у нас действительно социальная проблема в этом отношении не решается. То есть мы, самое главное, глава республики все-таки не сказал, я лично считаю, или может я прослышал, может Владер там писал, все-таки мы не можем выйти за последние годы из того, что мы все-таки остаемся дотационным регионом. Да, я помню, глава республики, когда вот приступил к своему должному, самая главная наша задача выйти из дотационности. К сожалению, мы не можем выйти, быть... Он и как оценивает эту динамику? Она у нас повысила дотационность или уменьшилась? Я так полагаю, что у нас дотационность если уменьшилась, чуть-чуть уменьшилась. Но 75% дотационности осталось. То есть стабильная... Да, да. И когда говорим, что у нас, например, мы можем выйти из этого кризиса, дай Бог, дай Аллах, чтобы мы вышли. Но мы при той ситуации, при том формировании, при том механизме, никак сами не можем выйти. Татарстан в свое время хотел даже выйти из России. Но Татарстан-то имеет у себя газ, нефть, а это самое главное составляющие. Общий федеральный бюджет, 45% доходной части от нефти. И поэтому мы сейчас страдаем от этого. Он обратил внимание на наши недры там. У нас тоже нефть, газ, звезда. Но может быть в этом отношении, конечно, мы могли бы как-то позитивно выйти в этом отношении. Поэтому все-таки самое главное для народа, для людей решать вопросы социального характера. Заработная плата. Совершенно согласен с тем, что указы майские президента по поводу, в том числе, заработной платы, выполняется не полностью. Я бываю в школах, по работе, и так, как депутат, да. Я всегда спрашиваю, ну, средняя заработная плата у нас должна была быть где-то 12 тысяч рублей. Вот так мы выполнили бы, значит, указ президента. Но у той же медсестры сегодня, да, вот, медперсонал, в принципе, да, 7-8 тысяч рублей. Средняя медперсонала 8-9 тысяч рублей. У врачей где-то 25, вот так, у них есть более-менее нормальный. Меньше. Да, даже меньше. В среднем меньше. Поэтому вот для нас проблема остается и эта. Недавно только прочитал, выходя, что предполагается согрешение государственных служащих, в том числе, наверное, учителей, врачей, и все остальных, да, вот, учащих, на 10 тысяч человек. Вот, Раин Аликадирич об этом информировался. Мы все патриоты своей республики, но я так думаю, что самое главное, на что неоднократно акцентировал внимание главы республики, в том числе и средства массовой информации, что в этом отношении мы должны работать, значит, консолидированно. То есть общим фронтом идти в одном направлении, чтобы это решать. Я считаю, что вот такие встречи даже, когда мы обмениваемся мнениями, потом это идет народ, это тоже своего работа, пропаганда того, чтобы как бы нам консолидировать наши условия. Но я совершенно с большим уважением отношусь к единственной женщине, которая сегодня с нами, да, вот здесь сидит, да, не в партии, сразу скажу, потому что недавно выступил ваш ридер, это обхаял, извините, еще, я хочу сказать, и советский власть, ну нельзя так, и в советской власти было и хорошее, и плохое. Сейчас же я не вижу особо хорошего, не вижу. Поэтому я и в этой партии, которая была, поэтому... Если бы вы никуда от хорошего не видите, что тогда нашему народу говорить? Я не знаю, что... Я не знаю, что... Я так и отмечу, что Мурзадин Аликович все хорошее увидел в послании. Да, да, послание увидел, а ничего хорошего не... Я не скажу, нет, вот, например, вы говорите, да, у нас хорошо строится, да, кто-то сказал, да. Меня бы сказал, я всегда, когда встречаюсь с моими избирательными, два-три года тому назад, говорил, да, будет продолжаться газификация, будет продолжаться строительство школы, детского сада, еще какого-то соц. объекта, да, если не будет кризиса. Посмотрите на бюджет 2016 года. Там всего лишь 10 муниципальных образований, где осталось школы, детские сады. Все остальные, все, законсервированы. А бюджеты, которые строятся под 70-80%, законсервированы. Но они не долгостроят. Нет, 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 не подозрительно. Если долгостроят, нет. Я-то знаю, некоторые из них по своему району могу сказать, что там не долгостроят. В чем причина? А причина в том же, что мы остаемся на долгенном регионе. Это раз, и нам не хватает денег. Это два. И мы, вот, на следующее, на что обратил внимание, да, мы не своевременно и не в полной мере собираем налоги. Вот еще одна проблема, которую усказывал сам глава и поручил правительству, в том числе нашему комитету. Это, значит, социальное, обязательное медицинское страхование неработающего населения. Туда должны платить кооперативы, там, фермерское хозяйство, там, другое, третье, да. Они должны туда платить. Вот 14 миллиардов рублей, и за это уходит бюджет федеральный. Оттуда к нам возвращается, конечно, через ОМС. Но это наша проблема. Вот откуда деньги идут. Мы были своей рабочей группой на местах, мы приходим к магазину, там, крупный, хороший магазин, хозяйственный магазин, если я завершаю. И он спрашивает, ну, почему бы не платить взносы? Плати налоги, спи спокойно, да. А он говорит нам, а что вы сделали для того, чтобы я поднял этот магазин на такой уровень? Ну, как, кредит брал? Да, мы что, говорим? Кредит брал, если брал, да, то и отдавал. Да, ну, тут что скажешь? Ну, тем не менее, да, есть закон, он должен, тут какая причина? Экономика, это раз, да. Ну, почему в других местах, да, вот, даже в других регионах, ну, нет такой проблемы, чтобы получить, я не говорю о других странах, даже, странах, да. Что проблема, получит кредит, нет такого проблемы. Прошел, получил, все, вовремя отдаваем. А у нас и кредит получит, проблема бывает иногда. Да, проблема бывает еще ее отдавать, вернуть, да, это уже, конечно. Другое дело, конечно, и об этом, на это тоже обращал внимание, да, на культуру. Это тоже, да, может быть, я что-то недопонимаю, на культуру обращал внимание. Вот в этом отношении, да, правовой нигилизм. Если ты предприниматель, взял кредит, не взял кредит, есть закон, есть свое хозяйство, плати налоги, да, и спи спокойно, да. Что могу сказать про гимн? Мы сегодня прослушали новый гимн. О, понравился? Понравился мне. А как, ну, чью музыку, хоть скажите, развить его? Музыку, как Кожлаева. Кожлаева. Кожлаева слова Расул Тамзаева. Не Аваровича Кожлаева, да? Расул Тамзаев, известная личность, да, понятное дело, да. Я тут же своему коллегу говорю, там написано, горцы, говорю, да. Ну, там, геройство горцев, ведь не знаю, да, да. Но вот я не горец, я равнинный. Русский человек там тоже равнинный. Когда Расул Тамзаев сочинал прекрасные стихи, которые знает весь мир журавлей, да, он писал там джигиты, да, но ее попросили поменять солдаты. Так же, да? Я тут же думаю, предложить что-то такое будет горцем, чтобы не обидел. И как судьба, если говорить о судьбе, я в том отношении, гимн должен быть как-то воодушевлять, торжественным. Вот как, например, российский, советский, да, он. Я ничего против не имею, про суббиканскую гимну, но он действительно...